всем привет сегодня мы с вами отправимся на такую небольшую прогулку у нас в праге уже холодно как видите я утеплилась уже такой я бы сказала довольно плотный свитере это правило такой джинсы не какой-то примерно такой образ на сегодня и еще пока что в кедах посмотрим как вам кстати мои носки с авокадо по моему они очень милые у меня в доме нету контейнера для пластика как я вам говорила в одном из видео про университет если вы смотрели чехи принято разделять мусор поэтому я сейчас иду к другому контейнеру который находится на одной из улиц выносить пластик праги только начинают жертеть деревья хотя уже разгар осенью я живу недалеко от такого красивого собора посмотрите какой интересный жилой комплекс находится в праге очень оригинальный и по цветам кстати особенно в солнечную погоду выглядит очень красиво сейчас хочу показать вам здание администрации своего райончиков которым я живу что мне кажется это одно из самых таких красивых зданий и в этом районе чем вам не париж здесь недалеко есть такой очень милый скверик кстати опять таки напомню что сейчас середина осени вы можете видеть здесь растут розочки мы с вами сейчас пойдем вот туда там очень красивый вид на прагу открывается и так мы почти пришли нам предстоит довольно долгий путь наверх и и В этом парке на возвышенности часто занимаются спортом, бегают. И вот даже сейчас, казалось бы, погода не шепчет, и люди все равно бегают, занимаются спортом. Мне очень нравятся вот эти красные растения с ягодками. Кто-нибудь знает, как это называется? Всегда осенью очень классно смотрится. И смотрите, еще большинство веточек не поменяли цвет, а некоторые прям уже красненькие такие с ягодками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь такой немного французский домик. Как-то делала фотографии этого домика на закате, немножечко пораньше, осенью. Здесь где-нибудь ставлю фотографии. Он выглядит действительно как французский какой-то, на мой взгляд. Вот здесь вот чуть-чуть что-то нью-йоркское напоминает. Если бы были еще такие башенки сверху, то был бы Бруклинский мост. Вот так выглядит главный вокзал в Праге. Вот такие красивые витражи здесь. Я зашла сюда, чтобы зайти в магазин Люксофф, там продаются разные книги, там, кстати, прадочки. Сейчас покажу, что можно будет снимать, что там находится. Здесь также есть магазин Тайгер, там продаются всякие разные интересные штучки, в том числе полезные. Сейчас покажу вам некоторые. Здесь тент все для Хэллоуина. Смотрите, вот еще такие милые тыковки. В магазине я не стала ничего говорить, потому что там всегда очень громко играет популярная музыка. И Ютуб мог бы засчитать это против меня. На самом деле, Флайн Тайгер это сеть датских магазинов, но в Чехии этих магазинчиков очень много. Здесь можно найти все, что угодно. И это отличное место, где можно купить необычные и очень классные подарки. Здесь продаются и различные крема, и косметика. А это такая забавная подставка под зубные щетки. Здесь также есть огромный выбор различных свечей. Есть и множество полезных приспособлений для кухни. А также, конечно же, сладости. И теперь, наконец-то, отправимся в Люксор. У нас здесь тетрадочки с кротиком из чешского мультика. Я думаю, в детстве его тоже, наверное, смотрели. Это просто мой рай. Одним словом, на самом деле, скорее, наоборот, что-то противоположное. Потому что я обычно большой любитель канцелярии. Могу потратить целое состояние на все такие красивые ручки, тетрадочки. Поэтому лучше мне отсюда побыстрее уходить. Кстати, посмотрите, какие классные карандаши. Это очень хорошо подходящий для меня отдел. Так как на чешском я пока что, можно сказать, не очень хорошо читаю. На английском самое то. Поэтому очень приятно, что здесь много книг. И, кстати, по сравнению с ценами, которые есть в России, здесь они, конечно, дешевле намного. Кто-нибудь читал из вас книжку «Call me by your name»? Или «Назови меня своим именем». Есть также экранизация этой книги. Очень такая спорная, я бы сказала. Но довольно интересно было проследить за этой историей. Смотрите, что еще можно найти в Люксоре. Так что, если вы не знаете ни чешский, ни английский, нужно что-то и здесь для себя найти. И так, наша сегодняшняя прогулка с вами подходит к концу. И увидимся во второй части этого видео. Как-то так проходит наше занятие. ...for the other papers, which can be relevant to the paper. So this is how I usually work with the papers. And I would like you to try it as well. Доброе утро, друзья! Сегодня мы продолжаем наш с вами влог. И отправляемся в одно очень классное, атмосферное, такое супер-осеннее место в Праге. Обязательно беру вас с собой. Так что быстренько одеваемся, собираемся и идем. Ко мне тут приехала доставочка. Кто из вас любит поки? И вот так вот сногсшибательно это все выглядит. Здесь и лосось, и авокадо. Все самое вкусненькое. Посмотрите, какая там вдалеке красивая стена. Вся красная, из листиков. Наверное, плющий, или точно не знаю, что за растение. Такое прямо супер-осеннее. И так, а мы сегодня с вами приехали в ботанический сад. Здесь обычно каждый год проходит праздник тыков, как раз перед Хэллоуином. И вот в прошлом году я тоже была на этом празднике. Мне очень понравилось. Они делают очень классные такие выставки тыков. Я, возможно, даже прикреплю здесь где-нибудь фотографии, как это выглядело. И сейчас, в этом году, они тоже сделали новую экспозицию. Так что постараюсь снять для вас самые такие классные осенние моменты. Как все это выглядит. И, возможно, вдохновить вас приехать сюда когда-нибудь осенью, когда границы наконец-таки откроются. Не знаю, если это возможно будет теперь. Посмотрите, а здесь находятся виноградники. Они находятся еще дальше, на территории всего ботанического сада. Но здесь вот просто одна из частей. Посмотрите, как их много. Немного тропиков посреди холодной осени. Какой оригинальный, необычный вход в домик. И домик очень классно выглядит. И сами ворота. Вот так мило выглядит билетик. Ботанический сад. И при входе вы должны его пробивать и заходить через турникет. Какая красота. Кстати, практически год назад я была здесь и снимала тоже видео. Они, мне кажется, не сохранились, к сожалению. Но я здесь рассказывала, как мне все очень нравится, как красиво здесь в ботаническом саду. И это действительно такое очень классное место, умиротворяющее. И вот первая экспозиция. Как-то в этом году, я смотрю, они решили поставить больше всяких каких-то чучел. Ну вот как вам? Мне кажется, без чучел было бы получше. Но это очень мило выглядит вот этот столик. Мне кажется, здесь какой-то образ, возможно, венчания или свадьбы создается. Потому что, видите, там дальше такие, как ворота. Может быть, как алтарь какой-то. И вот очень много разнообразных тыковок. Милых. Вот еще одна очень милая экспозиция с лошадкой. Милых. Милых. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие оранжевые тыковки мне особенно сильно нравятся, они прям такие супер яркие, красивенькие, ну хотя в принципе зеленые, вот такие более светло-оранжевого цвета тоже ничего, вот эти вообще какие-то супер оригинальные, я даже не уверена это вид тыков или нет, надо почитать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все эти экспозиции посвящены в целом теме свадьбы. И здесь вы можете видеть друзей, или скорее даже подружек невесты, которые должны быть наряжены в одинаковые примерно платья, чтобы обмануть злых духов. А вот та композиция с лошадкой на самом деле значила охомутать мужа, то есть там была лошадка такая специально олицетворяющая это, и бичевать жену. Здесь сделали такие милые гамачки, чтобы можно было покачаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице пошел дождик. Я решила укутаться, без еще капюшон от худи решила надеть, потому что на улице, если честно, не жарко. Как-то эту осень я замечаю в Праге более прохладно. Как вам такие металлические изделия в виде зверушек? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я была здесь в прошлом году, вот как раз на этом месте была свадьба. И, как вы понимаете, я сейчас нахожусь на такой небольшой возвышенности, и вот здесь находится небольшой такой костел. Очень симпатичный, мне кажется, такой немножечко итальянский, что ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот те самые виноградники, про которые я вам говорила. Посмотрите, какое большое количество их тут. И отсюда открывается очень крутой вид. Этот замок, кстати, называется Троицкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, кстати, здесь представлены виды винограда, которые здесь растут сорта, точнее, совершенно разные. И про каждое все написано, если кому-то интересно. Здесь вроде все на чешском языке, да. Но так или иначе, с помощью переводчика сейчас, благо у него есть такая возможность, что можно просто сфотографировать, что написано, и он быстро переводит. Так что здесь полно таких стендов, можете поинтересоваться. Если вы истинный любитель вина, был найден сорт вина, который посвящен мне. Июльский бисер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете приехать сюда и отпраздновать свою свадьбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это дерево, где вы можете проверить свой нюх. Мне кажется, как раз во время коронавируса самая полезная вещь. Но на самом деле это связано с вином, конечно же. И вы можете вот так вот просто открывать каждую эту штучку. И оттуда можете почувствовать запах. Сейчас этим и займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже пахнет мылом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сложно сказать, что это. Это тоже что-то сладкое такое, может, какие-то ягоды. Банан. Банан. Реально, это вообще так не пахнет. Небо наконец-то прояснилось более-менее, стало голубым. И на этой приятной ноте я буду заканчивать данный влог. Надеюсь, вам понравилась как первая часть, так и вторая. И вас впечатлил ботанический сад. Хотя на самом деле, хочу сказать, что мне кажется, что в прошлом году все-таки как-то обустройство было такое более красочное и более красивое. Ну, не знаю, в общем-то, сейчас они решили придерживаться такой темы свадьбы и все с этим связанное. Но в целом мне понравилось, так что если вдруг в следующем году будет более красивая выставка и действительно будет возможность вообще ездить хотя бы куда-то, то обязательно заглядывайте сюда. Здесь действительно есть что посмотреть. Здесь также есть очень много других павильонов. И, в общем-то, думаю, любой человек здесь найдет что-то, что ему покажется красивым. Еще раз спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!